Слышно? Да, слышно. У меня, да, эхо? Вема, у меня эхо, да? Да, есть. Так, я тогда буду говорить мало, а будете говорить вы. Ладно. Потому что первый раз в жизни не выдержал айфон. Я захожу с Самсунга, редакционного, старого-престарого. Вот с какими сложностями вы столкнулись в начале режима чрезвычайного положения и сейчас? Понятно. Ну, надо сказать, наши члены в первую очередь столкнулись, как и все, с вот этой проблемой прохождения. То есть, с одной стороны, мы попали в разрешенную деятельность приказа номер 5 и приказа номер 6. И, в общем-то, буквально в первые же дни, в 20-х числах марта, я, например, сразу сделала такой, знаете, алгоритм действий, да, вот, какой вид справки нужен, какой маршрутный лист и так далее, и так далее. Тут же разослала всем нашим членам, чтобы работа не приостановилась. А они могли продолжать поставлять продовольствие в магазины города, да, ну, во все торговые точки. Но начались проблемы, потому что параллельно с вот этими приказами комендатура выпустила пропуска. И в итоге, ну, дней 7 без выходных, без проходных, вот буквально каждый день дневала и ночевала в комендатуре, получала пропуска для наших членов. То есть вот каждый раз по чуть-чуть получали, распределяли, чтобы они могли каким-то образом работать. Здесь я хочу сказать большое, вообще, Министерству экономики они помогли, да, вот и сам министр, и Аклай Кожебердеева, это вот начальник управления предпринимательства. Они тоже с нами там ходили, доказывали комендатуре, что в первую очередь надо пропусками обеспечивать организованный бизнес, да, то есть те, кто, как сказать, работают открыто и прозрачно. Вот, в общем-то, комендант это понял, и мы получили пропуска, и, в общем-то, смогли в первую неделю наладить все-таки работу. Какие проблемы с вами все? Проблемы, конечно, были и остаются с блокпостами, причем не с теми блокпостами, которые, ну, так сказать, официально стоят. Там одна проблема, очередь. Ну, тут уже, как бы, мы все привыкли к пробкам, да, к ожиданиям, тут все нормально. Проблема с вот этими добровольными дружинами, скажем, да, с вот этими незаконными блокпостами. Потому что, сразу хочу сказать, вот как мы, ну, вот как работают наши члены, да, нельзя сказать, что я так работаю, потому что у меня нет своей такой компании. Как они работают, вот поставщики сами. Это мы поставляли, конечно, напрямую в магазины города, то есть торговые сети, и на большие оптовые точки. То есть, ни для кого не секрет, да, на всех рынках города есть оптовые точки, есть оптовые точки в Канте, в Соколуке. То есть, до туда мы довозили товары. И дальше уже мелким оптом другие предприниматели, да, те же индивидуальные предприниматели, работающие по патенту, ну, или УСОшки, они этот товар уже развозили дальше по селам, да, там, новостройки и так далее. А когда вот это все началось, то наши члены, они и сами приняли такое решение, и мэрии мы это сказали, что давайте, так как надо менять бизнес-процесс, мы будем напрямую поставлять и в новостройки тоже, то есть, куда мы не довозили товар, да. То есть, мы довозили, например, до Ужского рынка, а уже хозяева магазинчиков приезжали на Ужский рынок, брали товары, потому что им надо же совсем по чуть-чуть, и уже они в своих магазинчиках торговали. Мы предложили, ладно, будем довозить, но мы столкнулись с такой ситуацией, что во многих новостройках, во всех, во многих ближлежащих селах вокруг Бишкека взяли, поперерыли улицы, там, установили какие-то сами заграждения, и, в общем-то, местные жители начали предлагать нашим экспедиторам, что оставляйте здесь машину, и вот там от 200 до 400 метров несите товары на руках в магазины. Ну, это не выход. Ну, понятно. Конечно, в некоторые жилмассивы, в общем-то, некоторые поставщики прекратили поставки. Ну, потому что это не реально. Ну, по сути, местные жители из дружин, которые установили незаконный блокпосты, лишили части продуктов своих же сельчан. Да, в сущности, так надо говорить, вот прямо, да. Вот, эту проблему я озвучила в мэрии, потому что я встречалась с первым вице-мэром, говорили об этой проблеме. В общем-то, мэрия пошла где-то навстречу, они через свои местные, да, вот эти вот какие-то подразделения собрали список магазинов, у которых есть патенты там и так далее, да, чтобы мы с какими-то магазинами в новостройках все-таки могли сотрудничать. А вот пригород, это уже все-таки Чуйская область? Да, с пригородом все плохо. Получается, с пригородом вот некоторые наши члены, у которых предприятия расположены в пригородах, у них получается на их грузовых машинах до трех пропусков, представляете? И, например, Бишкекский, и там Аламединского района, да, и Чуйской области, в общем, кошмар какой-то. Вот, мы об этом тоже говорили, но тут уже не найдешь, кто должен за этим бдить, да, потому что это не комендатура города Бишкек, да, это надо как-то с местными властями. Ну, по поводу работы полномышленного представительства, на самом деле, очень много нареканий, у нас просто сотни жалоб в день поступает по поводу этих блокпостов, незаконных, которые совершенно никто не регулирует. У нас сегодня буквально был случай, что женщину, которая живет на даче в Койташе, там нет нормальной аптеки, у нее заболел ребенок, ее не пускали в Арашан, там просто какой-то сидел урод, который даже через медицинские справки ее не пускал. В итоге нам пришлось, она пожаловалась нам, нам пришлось достучаться до заместительного для полномочного представительства, чтобы он урегулировал вопрос одного какого-то мужика, который установил незаконный пост в Арашане. Вот, наверное, у вас та же проблема, да? Да, у нас та же проблема, потому что у нас проблемы были и по поставкам, ну, вот, как я говорила, да, мы поставляем в Бишкек в основном, ну, и вот здесь немножечко. Но мы же поставляем и в области, то есть на Юг, на Иссык-Коль и так далее, и там мы тоже столкнулись с такой же проблемой, что с Бишкекской пропиской, да, с Чуйской пропиской не пропускали на Иссык-Коль, не пропускали в Ожджа-Алабад, у них там новые, ну, свои правила, у них свои пропуска. Да, и, естественно, бишкекским компаниям не дают Ожские пропуска, то есть мы с этим тоже столкнулись, и с этим есть проблема, и у нас, особенно на Югах, многие члены жаловались, что обороты просели до 40-50%, да, вот. Ну, это понятно, это получается, там нет товара, да, вот если нету наших оборотов, ну, может быть, что-то там незаконно проезжает, не знаю, за это вот ничего говорить не буду. А кто-то из ваших, ну, вот, кто-то из предприятий жаловался, что через блокпосты, даже если они имеют пропуск, ну, то есть там с них, как бы, намекают на деньги, им приходится проезжать еще и за деньги, имея при этом пропуск? Нет, вот насчет денег, честно говоря, никто мне не говорил, но были несколько случаев, когда машины наших членов компании останавливали на блокпостах, говорили, что там пропуск незаконен, там законен и так далее. В итоге они звонили руководителям, руководители звонили мне, я звонила напрямую потом, ну, давали телефон, нет, давали телефон вот этих водителей, водителям говорила, дайте телефон этих милиционеров на блокпостах. А в связи с тем, что действительно за эту неделю, пока я получала пропуска, ну, я перезнакомилась с таким количеством милиционеров, ну, сколько, наверное, за всю предыдущую жизнь у меня знакомых не было. В итоге я, наверное, въелась им во все печенки, и получается, а, да, мы ее знаем, короче, езжать точно получали. Ну, и как-то вот наши члены проезжали. Сначала режим АЧП была проблема с получением пропусков и вообще вот этой всей бюрократии. До сих пор остается проблема с блокпостами, которые там, да, не в городе, а вот где-то в новостройках, на окраинах и в ближайших селах. Что еще? Какие еще такие проблемы? Вот, скорее всего, кто импортирует продукцию, да, из-за границы, не все доходит. Ну, тут несколько проблем с теми, кто импортирует. Во-первых, вот из-за вот этих остановок, что с Казахстаном вот эти проблемы были, да, отгружают, не отгружают, а наши компании успели туда заплатить, потому что сразу, как только происходят какие-то такие вот чрезвычайные вещи, сразу все переходят на режим стопроцентной предоплаты, да, утром деньги, вечером стулья, вот, и, соответственно, деньги ты там перечислил, а товар получить не можешь, тут еще скачки курса, да, веселые. В итоге все подорожало, в Казахстане все подорожало, в России подорожало, пшеница, мука, макароны, все подряд подорожало. Здесь вводится государственное регулирование, вот я уже больше двух недель воюю с антимонопольным ведомством, они умудрились установить входную цену на макароны 93 сома, то есть, образно говоря, да, если вы покупаете макароны там вот с Казахстана, да, или производите внутри страны, вы НДС должны, вот, НДС, ЕС заплатить сумму 93 сома, да, то есть, неважно, почем вы купили, а когда вы продаете, у нас же вели же 50 сомов, ну, в общем, все чудесно. И когда я указала это несоответствие, мне начали объяснять, говорить, нет, 50 сомов это навес наше местного производства макароны, мы регулируемую цену поставили, а ввоз это другое дело и так далее. Но если почитать просто приказы, да, антимонопольного ведомства, там ничего такого не написано. То есть, например, тот же Финпол, да, или, ну, любые, да, вот эти правоохранительные органы, мы знаем же, был и приказ коменданта, да, там, ходить по складам, проверять, там, завышают, не завышают. Вот, как быть? Причем налоговый кодекс никто не отменял. В налоговом кодексе четко написано, ты должен продавать не ниже рыночной цены и уж не ниже себестоимости. То есть, все налоги, включая НДС и налог на прибыль, ты должен заплатить с рыночной цены. И в 2010 году, мало того, что мы пострадали от мародерства, мы-то заплатили с этого всего налоги, не будем забывать. И понятно, что в этом году тоже придется это все сделать, но в налоговом кодексе ничего не говорится о государственном регулировании цен. Как будто, вы знаете, налоговый кодекс об этом никогда не подозревал, да, и закон о продбезопасности налоговый кодекс не касается. Вот, и получается, даже если, ну вот, например, вы купили там... Ну, то есть, выгоднее, на самом деле, я даже не знаю... Не работать. Просто в печку, ну, конечно. Да, да. Выгоднее, получается, закрыть избушку на ключ. Потому что там и пол, тут налоговая. Да, все счастливы, все счастливы. Если говорить о первом вот этом пакете антикризисных мер, ну вот, и вы читали, и, наверное, слушатели читали очень много негатива. И я тоже писала негативные отзывы в социальных сетях. Ну, потому что, ну, образно говоря, ни о чем. Ну, отсрочили отчетность. Ну, так не всю. Ну, все равно сдавать. Во-первых, все равно сдавать. Ну, а сдавать, не сдавать, налоги все равно платить. Давайте начнем с этого. Да? Ну, в общем, порадовали, что не будут штрафы. Ну, в принципе, спасибо, потому что штрафы, они не детские. За несдачу отчета штраф, там, 23 тысячи сомов, там, или еще как-то, это прям тоже, знаете, не две копейки. Вот. Но если говорить еще о каких-то шагах, да, то на самом деле ничего зримо помогающего бизнесу, а уж тем более малого и среднему бизнесу, в первом пакете лично я не увидела. Я не увидела. Ну, вот сейчас Асранди, вице-премьер, говорил о том, что разрабатывается второй пакет мер. Вот уже, по-моему, сейчас идет уже третья неделя, как там что-то анализируют, обсуждают. Да, в общем-то, мы подали свои предложения, что первому, в первый пакет, и как бы так обнаружили, что их не приняли, да? Ну, не только я, а другие бизнес-ассоциации тоже. И когда разрабатывался второй пакет, мы тоже подали свои предложения, естественно. А это что за предложения? Ну, те, которые могли бы действительно принести какую-то помощь бизнесу. Понятно, что они... Ну, денег мы не просили. Мы просили, во-первых, не просто отодвинуть отчетность, а сделать эту отчетность очень редкой. То есть не вот так, что 1 июля, да, мы потом пачку, да, отчетов понесем. Их же тоже надо сделать и так далее. Это опять-таки затраты времени и денег для предприятия. Вот. Мы предложили, во-первых, резко сократить тем же, например, индивидуальным предпринимателям, да, оставить только единую налоговую декларацию. Убрать вот эти вот квартальные отчеты и социальные вот этот ежемесячный. Социальный отчет-то остался ежемесячным. Все это убрать, оставить только годовую. И вот эту ЕНД, вот эту годовую налоговую декларацию, упростить до безумия. Потому что они вот, ну, как назло, в 20-м году ее усложнили до безумия, да. Вместо там 9 приложений у нас теперь 15. Причем это до 19-й, это 20-й и так далее. И человек неподготовленный, причем неподготовленный как? Не будучи налоговым там консультантом, не будучи опытным бухгалтером, человек, например, с высшим юридическим или с высшим журналистским образованием не заполнит, ну, без обид. Нам заполняет бухгалтер. Вот. А по идее, каждый человек должен заполнять ее самостоятельно. Во-первых, это прилично времени уходит и сэкономит. То есть, образно говоря, тот же малый и средний бизнес, он сможет нормально сэкономить. А вот по налоговым льготам были какие-то предложения? Или вы изначально понимали, что правительство ни на что не согласится? По налоговым льготам, честно говоря, никаких предложений мы не подавали. Ну, некоторые, может быть, подавали. От нашей ассоциации не было. Потому что, откровенно говоря, понимаем, да, что мы просели, бюджет просел. Никаких льгот не стоит ожидать. Да, и просить. Потому что как это вообще будет выглядеть, непонятно. Хотя, например, то же правительство могло бы посчитать и каким-то образом предоставить льготы предпринимателям не через налоги, а другими механизмами. Например, вот мы знаем же, есть вот это финансирование сельского хозяйства, да, ФСХ. В этом году это ФСХ-8 уже. Когда, например, банки дают фермерам кредиты под нормальный процент, скажем, да. А вот эту разницу им субсидирует государство. Тут то же самое можно было бы сделать. Вот у бизнеса есть кредиты, проанализировать, и какую-то часть процентов государство могло бы субсидировать. Причем это же очень проверяемые вещи, да, собрал информацию самого предприятия с банка, который подтвердит это, да. И, пожалуйста, ты можешь что-то помочь. Это первый вариант. Второй вариант. Можно было бы, например, выдать какие-то льготные кредиты, ну, пользуясь вот этой внешней помощью, добросовестным предпринимателям ориентируясь на объем уплаченных налогов. Да, вот, ну, не всем подряд, а вот как-то пропорционально уплаченных налогов, там, вот, в зависимости от пострадавших отраслей, там, вот, ну, я видела, да, те вопросы, которые задавали к прямому эфиру, что, вот, ну, например, тем же туристическим компаниям, еще каким-то компаниям, но, в принципе, и даже той разрешенной деятельности, на самом деле, тоже можно дать деньги, потому что тоже страдают. Ну, или хотя бы какие-то, все-таки, вот, в некоторых странах ввели налоговые льготы для тех предприятий, кто сохранит до 90% рабочих мест, потому что понятно, что экономика падает, у бизнеса, у бизнеса снижаются обороты доходов гораздо меньше, они сокращают расходы, люди оказываются на улице. Вот, таких предложений не звучало, и, может быть, правительство что-то такое рассматривает, или вы не слышали? Ну, в общем-то, мы разговаривали вот сегодня с инвестсоветом, пытались, ну, провести такое тестовое заседание, ну, то есть подключиться и так далее. Планируется проведение заседания под председательством премьера, на котором нам тоже будут, скажут о вот этих мерах. Единственное, что мне хотелось бы... Это второй пакет, да? Второй пакет. По моему мнению, это вот мое личное мнение, это не мнение ассоциации, а вот мнение Ускинбаевой Гульнары, вообще вот эти пакеты мер принимаются крайне непрозрачно. Все гораздо хуже, чем было до коронавируса. Раньше там хоть мы в рабочих группах участвовали, да, там хоть что-то там нам, по крайней мере, предварительно говорили, на что нам стоит рассчитывать, не стоит рассчитывать. Понимаете? Ну, у тебя была какая-то информация, а сейчас это получается такой черный ящик. То есть мы отправляем, отправляем наши предложения. Они вот куда-то вот... В черную дыру буквально. Ну, в черную дыру буквально проваливаются. То есть мы отправляем в Минэконом, и Минэконом отправляет в штаб. Так, и все. И что происходит в штабе с нашими предложениями? Прямо как, да, и с нашими запросами от СМИ. Ну, видимо, да. Запросы от СМИ, они тоже попадают в какую-то черную дыру. Вот. И вот в этой черной дыре что-то, видимо, происходит. Ну, мы наивно, я лично наивно полагаю, наверное, кто-то там это анализирует. И какие-то умные мысли они потом... Ну, Минфин говорит, денег нет, налоги так, все, всех так же. Не, ну, это на самом деле, вот у меня даже к Минфину, честно говоря, никаких особых претензий нет. Это как любой казначей, да? Как там, как та же жена, да? Акчаджок, все! Ну, вот смотрите, вот очень много кто из малого бизнеса спрашивает, вот реально будет какая-то помощь или нет. Вот вы очень много лет работаете с государственными органами, как, ну, одна из ведущих бизнес-ассоциаций. Вот положа руку на сердце, вот стоит кому-то на что-то надеяться или нет? Ну, честно говоря, мы же все слышали речь Асрандеева, да? Где он сказал, народ, чудо не будет, мы не можем повторить опыт богатых стран по помощи бизнесу. И мне кажется, он ответил на все наши вопросы, да? То есть у меня лично ожиданий нет о том, что каким-то образом государство деньгами поможет бизнесу. Единственное, какие у меня есть ожидания, да, и что я вот, все мои, по крайней мере, обращения к штабу, к правительству, сводится к тому, что, а, не мешайте, б, сократите административные свои хотелки, чтобы нам было не так тяжело работать. Ну, вот буквально. Хотя бы не мешайте, хотя бы уберите бюрократию. Пожалуйста. Но при этом параллельно, не давая льгот бизнесу, правительство не задумывается, как будет поддерживать безработных, потому что очень много... Вот вы по субъектам предпринимательства вообще наблюдаете, что сокращается количество рабочих мест? Конечно. Конечно, сокращается количество рабочих мест. Это, ну, естественно. Это естественный процесс. Я... Ну, конечно, многие могут сказать, легко мне рассуждать об этом, да? Но тут получается такая ситуация. Или мы уволим, там, ну, образно, там, 10 человек, да? И ты сохранишь работу для 100. Или останутся все. В конечном итоге, через 2-3 месяца, все останутся без работы. Естественно, никто не собирается, ну, как сказать, наживаться. Да, конечно, бизнес, он ради прибыли, но сейчас не стоит вопрос о прибыли. Сейчас стоит вопрос о том, чтобы выжить, просто остаться на плаву, да, то есть или уйти в минуса не очень глубоко, чтобы можно было вынырнуть. И второй вопрос, вторая проблема, которая есть, сохранить все-таки костяк трудового коллектива. Это скажет любой работодатель, да? Очень тяжелой и не знаю. То есть сокращения будут, в общем-то, почти везде. Сокращения будут везде, но они не будут такими безумными. То есть вот так, а, всех уволили, а завтра наберу новых. На самом деле так никто не делает. То есть основной костяк трудового коллектива, да, все пытаются сохранить, потому что наброшу. По вашим прогнозам, как долго будет восстанавливаться экономика и какие, скажем так, сферы деятельности быстрее выплывут? А каким будет достаточно тяжело? Ну, мне кажется, если говорить о торговле в целом, даже вот теми товарами, которые сейчас не торгуются, им будет более-менее легко восстановиться, кроме, наверное, тех, кто торгует одеждой, да? Там же у них все-таки сезонность. Сезонность. Это, считаю, у них, да, уже какие-то товары по сезону. Ну, товар выпал или где-то застрял? Застряли, да. Да, неактуальны. Но особенно если проплатили вперед, товар где-то застрял. Это не если, а они проплатили вперед. Да. Угу. Вот. Конечно, им будет тяжелее, и, честно говоря, я не знаю, кто сумеет выжить. Ну, опять-таки, все будет зависеть от подушки безопасности. Очень тяжело, я думаю, будет вот нашим всем общепиту, а хуже всего, наверное, будет тем бизнесам, которые развлекательные центры, да, то есть вот какие-то, тем, кому нужны большие скопления народа. Угу. Я думаю, что еще долго народ не будет сильно собираться. Я это могу сказать даже по себе, по своим знакомым, когда вот в Челябинске было же вот это вот торговым центром, да, с детской площадкой, и мы все так очень осторожно ходили потом на эти детские площадки, да, вот был впад определенный. То есть я не думаю, что когда снимут карантин, народ прям хлынет, да, вот в эти развлекательные центры. Ну, члены вашей ассоциации ощущают снижение покупательной активности? Конечно, конечно, конечно. Мы это тоже ощущаем. То есть выручка падает? Выручка падает. А издержки? Обороты у всех упали, а издержки растут. Издержки растут? Издержки на самом деле у нас выросли. То есть это курс доллара, да? Что еще? Во-первых, курс доллара. Во-вторых, мы все стали, ну, как бы, привозить сотрудников на работу. А, ну, вот эти расходы. И увозить. Плюс там дезинфекция, да, там. Плюс дезинфекция дополнительно. Плюс дополнительные какие-то вот эти вот средства индивидуальной защиты. Да, респираторы, которые стоили 40 сомов, теперь 600. Вот мы недавно купили. Да, да. Вот, то есть на самом деле расходы все выросли, а доходы упали. Вот, это есть. А есть такие виды бизнеса, вот, ну, которые просто сказали, все, короче, мы закрываемся. Ну... Вы вообще ожидаете много банкротства? Вообще, если говорить по нашим членам, я надеюсь, что все смогут удержаться на плаву. Но если говорить просто вот о себе, как вот об экономисте, да, я думаю, банкротств будет очень много. Особенно малого и среднего бизнеса. Очень многие разорятся. Это, ну, это... Ну, то есть, по сути, это нужно воспринимать как данность, и потому что спасение рук утопающих – это дело рук самих утопающих. Да, да. Я так понимаю, вы призываете на правительство не надеяться, надеяться только на себя. Да. Я думаю, правительство как-то значимо не поможет. Ну, надо просто посмотреть, откуда у них деньги, чтобы помочь. А вот по кредитам, вот эти меры по кредитам, которые предлагает правительство, вот они как-то... Они серьезно бизнесы помогли или это было несущественно? Которые были в первом пакете? Ну, да. Ну, я не знаю, кому это... Ну, может, кому-то помогли, но я их не знаю. Ну, я что-то тоже не знаю. Ну, мы же не знаем всех. Может быть, есть кто-то, кому помогло, и они с нами поделятся этой информацией. Я таких не знаю. Ну, у нас все с вопросами. Я завершаю эфир. С нами была Гульнара Ускинбаева, руководитель ассоциации постыщиков. И мы говорили о тех проблемах, с которых сейчас сталкиваются предприниматели и, соответственно, их сотрудники. Спасибо, что были с нами. Я завершаю эфир. До свидания, Гульнара, и большое спасибо. До свидания. Удачи всем. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok